МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы поговорим о вредных и полезных жирах. Не так давно, всего лишь в середине прошлого века, был изобретен метод гидрогенизации жиров, превращение их из жидких в твердые, так называемые трансжиры. Они очень удобны для применения в пищевой промышленности и потому широко используются. В последнее время к трансжирам проявляется повышенное внимание, так как из ряда последних авторитетных научных исследований стало известно об их крайне негативном влиянии на человеческий организм. Сначала, когда люди впервые научились гидрогенизировать жидкие растительные масла, превращая их в твердую субстанцию, никто и не подозревал, насколько это вредно. Ведь вначале никто не задумался и не придал значения тому факту, что при гидрогенизации, когда через масло, нагретое до 198 градусов, пропускается водород, изменяется сама структура молекул масла, и они меняют форму, превращаясь в так называемый трансжир. Теперь ученые смогли точно установить, что трансжиры катастрофически нарушают работу всей сердечно-сосудистой системы человека на клеточном уровне. И их по праву можно назвать жирами-убийцами. Новости науки сообщают, что трансжиры ведут себя в организме таким образом, что это приводит к развитию атеросклероза, инфаркта и возникновению рака, ожирению и даже внезапной смерти. В Америке, где вся индустрия фастфуда встроилась на употребление большого количества маргаринов, уже давно началась эпидемия ожирения и множество внезапных смертей от инфарктов и инсультов. Поскольку трансжиров в природе не существует, вашему организму приходится тратить уйму времени на их переработку. И все же трансжиры продолжают добавлять в поразительное число пищевых продуктов. Они появляются на этикетках под видом частично гидрогенизированного масла, обычно растительного или пальмового. Загляните в холодильник. И вы удивитесь тому, как много продуктов содержат такие трансжиры. Крекеры, попкорн, печенье, крабовые палочки, конфеты, даже продукты, которые вы считаете здоровыми, такие как сухие завтраки и немолочные сливки. Часто перегружены трансжирами. А поскольку они прячутся еще и в продуктах, которые проходят под маркой низкожировых, то вредят вашему здоровью, когда вы об этом даже не подозреваете. Если на этикетке вы увидите, что в составе продукта есть гидрогенизированное масло, это не что иное, как завуалированное название опасного трансжира. Лучше не берите такой продукт. Также будет лучше отказаться от полуфабрикатов, таких как рыбные палочки, пельмени, котлеты, замороженное слоеное тесто и от всего, что жарится во фритюре. А еще гидрогенизированное масло содержит почти вся фабричная выпечка. Торты, кексы, бисквиты и печенье. Особенно много трансжиров в чипсах и различных майонезах. Все эти вредные продукты вызывают нездоровье, и от них лучше отказаться. Однако нужно помнить, что существуют разные жиры. Некоторые полезны и даже необходимы для здорового рациона и хорошего самочувствия. Проще говоря, наш организм нуждается в жирах, и при их недостатке возникают проблемы со здоровьем. Жиры являются не только энергетическим ресурсом, они отвечают за строение каждой клетки нашего тела и важны для всех процессов, протекающих в организме. Ненасыщенные жирные кислоты вычищают из организма всякие ненужные и опасные вещества и тем самым способствуют сохранению здоровья и долголетию. Что же можно есть? Ограничьте или полностью уберите из рациона пищу быстрого приготовления, жареную еду, содержащую трансжиры. По возможности питайтесь натуральной пищей, негидрированными маслами, например, употребляйте оливковое масло. Будьте внимательны и здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова